Друзья, всем привет, с вами Рублев. Сегодня в ролике. Пиратство. Необходимость или просто плохое отношение к разработчику? Плюсы и минусы пиратства? Мое отношение к пиратству? Стоит ли пиратить? Ответственность за пиратство? И прочие другие вещи. Заинтересовал? Поехали. Но сперва дисклеймер. Автор не против пиратства, но и не за него. Пиратство не есть хорошо, так как это нарушение законодательства. Любые совпадения с реальными событиями или людьми в ролике случайны, и все персонажи вымышлены. Автор видео не призывает кого-либо заниматься или скачивать пиратский софт, или взламывать игры. Автор видео просто выражает свое личное субъективное мнение, которое может не совпадать с вашим, что нормально, так как все мы люди. Всем привет еще раз, с вами Рублев. Добро пожаловать на канал. Сегодня будем говорить о пиратстве. Как я в свое время презирал пиратов, и вообще опасно ли это заниматься пиратством. Не как создатель репаков и взломщик приложений и игр, а как потребитель, потребляющий пиратский контент. К слову, в России очень много пиратских операционных систем, пиратских приложений, пиратских игр установлено на компьютерах пользователей. Начну с себя. Вообще я лицушник. Я всю жизнь покупал игры и проложения. Пират нет, капер. На священной службе, под властью и под защитой короны. К примеру, Бандикам, которым я записываю геймплей, куплен мною. Игры в стиме, Dark Souls, серия Metro, много во что я играю, было мною куплено на деньги и деньги немалые. Более того, я материально поддерживаю разработчиков в форме доната в различных играх и считаю это нормой, поскольку разработчик вправе монетизировать свой контент дополнительно. Поскольку донат в этих играх не влияет на геймплей, а только на визуал. Но это тема для отдельного ролика. Нужен ли донат в играх и как относиться к попыткам разработчика монетизировать игру в дополнительными способами? Это все другая тема. Сам я лицушник. Всегда покупал игры и ПО. Однако и я не без греха. У меня стоят пиратские фотошопы Sony Vegas. Про 18 версия. Банально потому, что фотошоп меня устраивает старенькой версии CS6. А Sony Vegas потому, что он стоит больше 40 тысяч рублей и у меня попросту нет таких денег. Я начинающий маленький канал и понятное дело, такими средствами не обладаю. Потому пришлось пиратить. Вопрос в другом. Необходимость ли пиратства в нашей стране так велика или же нет? У многих нет денег и попросту выживают. Заплатив за коммунальные упротяжи и еду на месяц, денег практически не остается. Для таких людей пиратство это выход. Хотя бы какой-то способ развлечься и провести досуг. К примеру, посмотреть сериал в пиратской озвучке или пиратский бесплатным путем добытый сериал. Поиграть бесплатно в крутую игру и так далее. Стоит напомнить, что до определенного момента в нашей стране все было пиратским. Как официальных реселлеров и представителей попросту не было. Хотя я могу и ошибаться. Поправьте меня в комментариях, если я не прав. Похое ли отношение к разработчику у пиратов? У тех, кто взламывает игры и ПО? И тех, кто потребляет взломанные продукты и приложения? Твоякий вопрос. В дискуссии со своим товарищем я пришел к выводу, что разработчики дают шанс заработать на игре месяц-два. Чтобы все, кто хотел, купили игру и поиграли. А уже потом выкладывают взломанную версию игры на просторы торрента. Само по себе взламывание игры это нарушение законодательства. Я могу сказать это не только как юрист, но и как простой человек. Помимо нарушения права, это нарушение и норм морали. Кто-то разрабатывал продукт, вложил душу и старался. И надеялся на этом заработать. Но потом его турт обесценился. Не каждый ведь захочет пойти поработать на незнакомого дядю за бесплатно, согласитесь. Хотя те, кто взламывают игры, хоть и выкладывают игры не на несколько месяцев позже, как мне сказал мой близкий товарищ, с чем я не согласился. Так как тот же Far Cry 6 в качестве примера выложили сразу же, как взломали, спустя пару дней или недель. Все равно это проявление данью уважения разработчику и команде девелоперов. В форме того, что им дают время заработать на их проекте и их детище. Плохо ли относятся к разработчику те, кто потребляет пиратский контент? В ряде случаев бывают исключения. Поскольку, к примеру, сериалы Мандалорицы Локи недоступны в России и других странах СНГ, так как попросту нет сервиса Disney Plus в России, и он все никак не может сюда прийти, и странах СНГ, а смотреть сериал хочется, так как это такие же люди и они такие же фанаты, потому они прибегают к пиратству, чтобы посмотреть, к примеру, вот такие сериалы, как Мандалорицы или же Локи, например. Потребители пиратского контента такие же люди, у них есть такие же чувства, как у фанатов, и они хотят видеть продолжение своего любимого фильма или игры. Они хотят поддержать разработчика и делают это, по возможности, конечно. Касаемо моего личного отношения к пиратству, я не отношусь к пиратам как к нелюдям, и отношусь к ним с пониманием, ввиду необходимости или нужды для них скачать пиратский софт или игру, так как нет возможности купить, это я могу понять. Но сам я пиратчу в очень редких случаях, к примеру, устраивающая меня версия фотошопа попросту больше не поддерживается, или с универс, который стоит под 50 тысяч рублей. Многих людей просто не устраивает политика компании по типу Adobe, так как модель подписки, которую надо платить ежемесячно, там эта модель подписки, которая находится в Adobe, многих просто не устраивает. Стоит ли пиратить? Определенно, это выбор каждого человека. Я ни к чему никого не призываю, всего лишь говорю свои мысли. Я, конечно же, как законопослушный человек, скажу сам, что пиратство это плохо и лишает разработчика материальной выгоды, которую он запланировал получить от своего продукта. Но с другой стороны, пиратство популяризирует продукты той или иной компании, в случае с играми, или той или иной вселенной, в случае с сериалами и так далее, и так далее. Так что у пиратства есть даже свои плюсы. Один мой хороший знакомый считал, что в будущем будет цифровой коммунизм. Это цитата с его слов. Он прямо так и сказал, когда все продукты будут бесплатными, а желающие поддержать разработчика за качественный продукт всегда смогут это сделать в форме пожертвований или покупки внутри системного контента, визуальных эффектов и так далее. Его теория и замысел довольно-таки интересны и имеют место быть. Привет, Кьюбит Торрент. Стоит напомнить, что у пиратства есть и минусы. Вы лишаете себе таких ценностей, как мультиплеер в играх, к примеру. Хотя это и не преграда для тех, кто любит сюжет, а не мультиплеер. Но среди пиратов есть и очень порядочные люди. Я сталкивался с такими неоднократно. К примеру, если они скачали пиратский продукт, фильм, сериал, игру, программу и оценив ее по достоинству, она им понравилась, они берут и покупают этот продукт в официальном магазине разработчика или сети, которая занимается продажей товара или программы, игры. Я думаю, суть вы поняли. Помимо вышесказанного, среди пиратов есть те, кто вшивали раньше трояны и вирусы, а теперь они вшивают целый майнер в раздаваемые игры и репаки. И лишний раз, чтобы такого избежать, надо либо быть очень чистым пользователем на руку, который проверит 40 раз антивирусом и удалит вручную все следы, либо у вас на компьютере будет майнер и ваше железо будет работать на забугорного дядю, а может быть, а можно быть лицушником. И избежать этого, хотя есть случаи по типу нагляжа разработчиков, той же NB2K, игра по баскетболу, где вставили рекламу между матчами и началом и концом. Это в официальной лицензионной игре, Карл. Также я хочу упомянуть о системе достижений, которая не будет доступна игрокам, которые пиратят игры. К примеру, в Steam есть достижения. И очки игры, и карточки игры. Кому-то это важно, и кто-то это ценит. В качестве примера рассмотрим игры, ведь там есть достижения, и многим, реально, многим людям приносит удовольствие коллекционировать достижения, а потом выставить их в витрине достижений в Steam, ну или собирать коллекционные карточки. На Steam мое рассуждение подходит к концу. Спасибо, что смотрели видео до конца. Если видео вам понравилось, можете поставить лайк, поставить комментарий. Также предлагайте свою тему для ролика, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также подписывайтесь на мои другие каналы. Ссылки есть в описании к видео. Рекомендую посмотреть два этих ролика, они должны вам понравиться. Спасибо, и пока-пока-пока. Также хочу сказать, что над этим роликом я очень старался, и ваш лайк и подписка будут для меня лучшим мотиватором продолжать. Субтитры сделал DimaTorzok